Встреча с представителями Совета работающей молодежи в режиме диалога. Игорю Сапко рассказали, что делается в Перми под эгидой этой организации. Юноши и девушек со всех крупных предприятий города привлекают к участию в научной работе, поощряют за успехи, помогают решать насущные вопросы. Глава города подчеркивает, именно те, кто молод и активен, будут строить будущее Перми. Мэр заверил, что готов поддержать активистов в любых начинаниях. Приоритет, связанный с выстраиванием отношений с молодежью, со студенческой общественностью, для меня является крайне важным. С одной стороны, мне хочется знать ту проблематику, которая сегодня волнует вас. То, что бы вы хотели бы изменить в нашем городе, чтобы жить действительно было комфортно, интересно, удобно. А с другой стороны, мне очень важно и рассказывать вам, и слышать ваше мнение по тем проектам, которые мы реализуем в городе Перми или пытаемся реализовать. Игорь Сапко предложил участникам встречи более активно сотрудничать с городской думой, участвовать в проекте «Кадровый резерв». Привлекать не только молодежь пермских предприятий, но и тех, кто трудится в сферах обслуживания, торговли, работает в бюджетных организациях. Молодежь рассказала мэру об одной из самых наболевших проблем – обеспечении жильем. Мы предлагаем, а глава уже или принимает, или не принимает, или он отправляет в профильный комитет, или он дает свои замечания, или он говорит, нет, ребята, это нереально. Поэтому, опять же, диалог идет на пользу. И мы не просто высказываем о том, что мы хотим, и нам дайте, нам никто не даст. Мы должны сами работать, сами развивать суть этого вопроса. Работа Совета должна стать более эффективной и уверенной активистой. Игорь Сапко предложил новый формат – постоянные тематические встречи в администрации, чтобы каждый мог получить информацию из первых рук. «Я ваш союзник, привлекайте к проектам, буду помогать», – сказал глава города. Дарья Сивыхина, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.